здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях хоровой дирижер народный артист ссср создатель московского камерного хора владимир николаевич минин сегодня мы решили поговорить сейчас у меня будет ругать но я все-таки скажу такое может быть для кого-то банально для нас не банально с патриархом вот нашего такого музыкального творчества поговорим об искусстве об искусстве того времени современном что хорошо что плохо здравствуйте владимир николаевич не обижайтесь на патриарха красиво звучит про красиво красиво тем более что вы сейчас называйтесь создатель московского камерного хора но вы как бы им официально сейчас не руководите но вы как самый главный все равно вы сверху наблюдаете там правильно конечно да такой музыкальный значит отец можно вас от вас от как вас кличка то было прозвище в хоре должна бы я не знаю это надо спросить у артистов хора ну как тоже не вас называли наверное не знаю честное слово не честное слово не знаю что касается конечно но есть твою детище ты же не можешь его брать отец родной понятно поговорим о искусстве вот как вы считаете главное вы встречали с разными людьми с людьми творческими с профессиональными как сказали бы сейчас со своими может быть тараканами музыкальными театральными в голове встречались с чиновниками которые пытались тоже как там разруливать ситуацию понятно что мир искусства это мир интриг не всегда там так все светло как кажется зрителю или слушателю вот сравнивая то время и время сегодняшние все таки где вы вы работали там и в той эпоху и в эту эпоху где лучше то было вам где проще где интереснее где вам был дышалось легче как человеку творческому ну обычно как говорят когда советский союз закончился все все стали свободными все свободно задышали все было как был все могли заниматься тем чем хотели вы знаете ведь пресс власти на искусство оказывает не только негативное воздействие но и позитивное чем же как это ни странно покажется вам он рождает творческую энергию сопротивление и появляются произведения очень достойные достойные возьмите шостаковича досталось ему конечно досталось и появились понимаете произведения которым было высказано то внутри но и что человек для подушки свиридов я вспоминаю вот это фойе большого зала консерватории когда были его авторские концерты с певцами сведельниковым сообразцовой снести ренко он знаете фойе была такая знаете я бы сказал накаленная атмосфера ожидания я человек хотел услышать то слово которое скажет свиридов напитаться тем с чем можно будет жить еще какое-то время вот эта атмосфера была и его эти циклы на стихи исаоке она роберта бернса есенина блока это все конечно публика ожидала необыкновенно ну даже самые сами имена поэтов то не везде тогда разрешали не вне во все времена скажем тогда я не могу сейчас сказать что такая атмосфера существует в концертах сегодня а что еще за ожидания почему как мне кажется при всем при всем так сказать прессинге у чиновников и тогдашних сохранился пиетет к искусству как мне казалось к музыкальному в частности я не знаю их отношение к театру там кино ну кино это важнейшим из всех искусств и цирка еще а цирк обязательно понимаете поэтому вот какой-то пиетет был сейчас когда я смотрю на высказывание на начиная с хрущева а мне нравится песня рушничок ну я понимаю что не умудрил тебя господь культурой не густо позолочен бетховен и фамилию даже ты не знаешь не то что там чайковский понимаете поэтому конечно сейчас искусство как таковое перестала играть ту роль если хотите эзопово языка даже какую она играла в том обществе тогда получается что для того чтобы искусство опять заиграл и вот нужно немножко придавить нет не нужно придавить просто нужно как бы сказать не декретировать ведь знаете в тридцатые годы вот сегодня говорят сценарий чтобы был патриотический музыка что было патриотическое это патриотическое а дальше не мы тогда купим а нет нам это не нужно это было в тридцатые годы похоже да понимаете в тридцатые годы это делали чиновники ну почитайте мемуары многих людей кто жил тогда понимаете и сейчас тоже самое то есть мы ничего мы не можем учиться на своих собственных ошибках не можем а вот скажите вы руководили не просто там коллективом знаете как рецепа дворце культуры что тоже очень важно и ответственно огромным до коллективом который как бы ну всегда на виду до общения с этими чиновниками вот как вы строили свою программу когда вам хотелось ну давайте вспомним и агана себастьяна баха который приходил отрабатывал то что нужно а потом занимался тем что ну нельзя было заниматься если бы он этими занимался тубах никогда никакого не было вот когда вы выбирали то или иное направление как вам удавалось сделать то что ну в общем то нельзя тогда было сделать а вы делали значит я бы к чести своей должен сказать что я один раз покривил душой и взял на каком-то очередном пленуме союза композиторов произведение не не стоящее того ну там конечно название само октябрь и ленин понимаете это уже о чем-то говорит и я повторяю один раз покривил душой все больше не было все остальное я брал то что я хотел то что я считал необходимым и нужным а вам говорили что не надо это брать что это вредно что это мы не хотим чтобы вы этим занимались или вам удавалось как-то их убедить в обратном мне говорили но я допустим ложь во спасение да бывает такое святая ложь святая ложь да вот допустим директор большого зала га спрашивать меня что будет в концерт его литургии рахманинова само слово литургии до но это же нельзя я бы я пригласил на на концерт кандидата в члены политбюро петра не улся девичева был такой да он тогда несколько делал шаг назад и вы и выходила афиша я знал что он не будет у девичева проверять и в то же время я знаю что девичев не придет а вот так вот а вдруг бы пришел нет он был человек очень осторожный и кандидат члены политбюро на церковную музыку и не немножко а хоре все-таки это коллектив это люди а вдруг они не совпадали с вашим выбором вот вы говорите петь условно да такое произведение а человеку это не нравится то есть как вы убеждали их в том что это круто вал такой или все прямо радостно аплодировали говорили все что предлагает минин это здорово нет вы знаете ведь тут надо говорить так есть какой-то у вокалиста определенный музыкантский ценз вот когда ты берешь произведение которое ему понятно с первых же тактов так никаких вопросов нет а когда ты берешь произведение которое ему не понятно с первых тактов это твое искусство убедить его в том что это хорошо то есть что самое трудное в этом деле как говорил по микеланджело да я беру глыбу и отсекаю все лишь да все лишь не да так вот это вот отсечение всего лишнего знаете это мучительный процесс иногда был иногда был очень мучитель но зато когда он достигал своей необходимой консистенции и был и принимался публикой то конечно мои акции в глазах артиста росли росли конечно росли а что чувствует человек после того как закончилось произведение и вот вы идете за кулисы вы о чем думаете о том как вы поедете домой сейчас вы думаете о том что у вас там семье происходит или вы вообще находитесь на десятом небе знаете что самое самое дорогое для меня было не количество аплодисментов то не их интенсивность а тишина несколько секунд тишины после того как ты закончил произведение это было для меня самое дорогое что я прекрасно понимал что тогда значит состоялась эта вольтова дуга это что мы говорили тебе со сцены ты впитывал не токмо ухом но и нутром своим и погрузившись в это нутро тебе нужно было какое-то время чтобы выйти снова в этот конкретный концертный зал вот что для меня то есть тишина самое главное может самым главным звуком может быть самый звук тишины звук тишины а потом конечно восторг что же говорить если это удачный концерт и колоссальное расстройство даже вы не слову расстройства не подходит просто понимаете жизнь кончена если концерт неудачный и к чему тогда я это вопрос сейчас вам задавал нас минутка остается до перерыва маленького а сегодня получается что когда это на гора иногда выдается и даже специальный аплодисмент и подписывают телевизионщики накладывают чтобы как бы как будто бы всем так понравилось не знаю об этом эффекте тишины можно ли судить о том что искусство немножечко такое простым что ли стало я же не знаю как сказать вопрос глобальный конечно но придется отвечать кофе знаете надо идти в зал чтобы иметь живое общение это первое второе энергетика существующие в зале почти никогда не передаваемо с помощью средств связи да мы делаем небольшую паузу эта программа открытый диалог сегодня у нас гостях владимир николаевич минин напоминаю что эта программа открытый диалог сегодня у нас гостях хоровой дирижер народный артист ссср создатель московского камерного хора владимир николаевич минин владимир николаевич народный артист ссср это сейчас звучит как знаете но что-то такое велик до супер пупер как говорят а когда за что получили это звание и что ощущали ведь круче то ничего нет и не было тогда вы наверное будет смеяться но я не смогу ответить на ваш вопрос за что по совокупности заслуги не смогу потому что я получил звание когда был главным дирижером государственного хора союза ссср я проработал в этом хоре два года но видимо когда представляли название помимо тех программ которые я делал в этом хоре потому что художественным руководителем оставался александр свешников видимо приплюсовали и то мое нехитрое которое я делал в камерном хоре потому что камерному хору к тому времени уже исполнилось по моему 7 лет а ну по совокупности все вместе 7 лет до плюс те программы которые я делал в госхоре немножко поговорим о солистах с которыми вы работали которых вы уже сегодня упоминали вот чтобы вы о них рассказали вот например елена образцова потому что ваше интервью ваши рассказы вы о ней очень тепло отзываетесь тем более что одно дело хор да другое дело солиста штока еще надо собрать чтобы и ей было удобно и вам чтобы было хорошо и чтобы все подхватывали вот что для вас солисты и немножко расскажите о них как вам работала знаете мне конечно крупно повезло безусловно повезло потому что такое соцветие солистов и которые соглашались выступать в концертах ну знаете ну что можно сказать но это счастье огромное счастье а вы как с ними созванивались предлагали да я делим я не был знаком с еленой васильной я позвонил ей по поводу исполнения маленькой торжественной мессы россини она пригласила меня к себе домой я и сыграл ее алью так коронную которую она должна петь в этом помимо всяких ансамблей и понравилось и она дала согласие не спрашивая сколько я и буду платить но не я конечно но учреждение когда и где все вы были ошеломлены ошеломлен потому что понимаете есть примы и есть примы в театрах и одни одни примы ходят так что не знаешь с какого боку подступиться и другие примы как елена васильевна ты понимаешь что это извините за такое соображение это свой парень ну да вам они много так отзываются потому что она держит себя просто это не простоватость а что хуже вороху же конечно да это такая человечность понимаете да это человек это личность конечно личность понимаете что ведь замечательно у нее вот я смотрю на нее в концерте цикл свиридова начали в шарусь так ведь она каждую вещь проживает с такой страстью с такой отдачей что думаешь ну вот умирать на сцене да и мне казалось что что она не только получает удовольствие от этого проживания на сцене но что может быть это иногда для нее больше значит чем жизнь вне сцены вот вот мне кажется что звезда вот в том понимании которого сейчас говорите что для для нее норма это сцена а все остальное все остальное это подготовка вот таких же людей единицы вот вы не стеренко вспоминали какой тоже фантастически был исполнитель даже исполнитель как слова камер зенгер до звание получил в вене камер зенга это звание знаете дается не каждому а вот люди как они считают откуда у них голос не знаю от бога откуда это все воздаются каждому талант от бога то есть голос каждым голос каждому дается но другое дело что одному дается бытовой голос как мы не допустим а другому дается голос вокальный и только дело учителя этот голос начинать гранить от гранил этот самородок и получается не стеренко хорошо а вот те я читал ваших воспоминаний что ну понятно это такие вот оперные исполнители а если скажу скажем уже работа вы сами вспоминали до хор у нас был обязательно всех правительственных концертах в том числе например вплоть до уже почти эстрадные какие-то мероприятия проходили вот с кобзоном вы тоже сотрудничали это немножко другая до стезя вот какие то тоже воспоминания у вас есть по этому поводу и оси удовольствие понимаете профессия накладывает свой отпечаток на любом человеке складывается даже в какой-то степени характер ну и так далее и оси удовольствие мне казалось не похож на стандартного эстрадного певца по своим по своим по своей манере поведения человеческое качество его безупречное его если хотите доброта легендарно но пир манера поведения никакого как бы отношение не имеет вот то что мы понимаем эстрадная понтяра а без понтов как говорят да вы знаете я просто видел случайно может быть видел нет не хочу называть фамилии эти фамилии мелькают с утра до вечера до сутра до и когда видишь вдруг человек забывает что он в жизни они на сцене и ведет себя как на сцене жизни то это вызывает мое лично отвращение отвращение потому что человек хочет казаться а не быть то есть есть такое еще понятие масть я тоже с по жизни встречался со многими весьма так известными людьми вы пополнили эту копилку да и сколько раз убеждаешься в том что человек который достиг каких-то невероятных которых как бы должен просто вот заходить да и говорит что они всегда ведут себя проще понятнее ближе легче чем вот только начинающие там вот это какой-то человеческий наверно может быть это действительно воспитание поспитание воспитания потому что если вы прочитаете мемуары крупных личностей царского времени то я должен сказать что конечно первую очередь дворянское воспитание дворянское она предусматривала в первую очередь нравственное воспитание человека а что такое нравственность сегодня для вас вы я могу сказать что вы давно появились на свет вы человек которым прожили вы такие фамилии называли что как говорится даже уж со современное поколение скажешь кто такой хрущев но еще вспомнит а брежнева тоже и забыли совсем вот что сегодня такой нравственность для вас для человека мудрого знаете ведь совесть человеку дана это и есть нравственная оценка собственных поступков вот если в тебе это заложили неважно кто родители книги ли соседи ли неважно кто но в тебе если это есть тогда ты человек а если в тебе этого нет деляга но ведь нравственность проверяется иногда что-то хочется сделать такое не то что хочется иногда ты сам даже не понимаю делаешь ну что-то нехорошее пример простой вы кого-то условно вы или я вот обижаешь понимая что ты не прав вы могли подойти сказать что я поступил неправильно конечно конечно не зайти скажем так с какой-то высоты да ведь вы понимаете на работе руководителя всегда есть борьба между тем что ты должен как руководитель до целью сделать поступить и есть ли ножницы между поступком как руководителя и человек и ты как человек вот и как человек хотел бы этого не делать а как руководитель ты обязана делать и вот эти вот ножницы я пожелал молодому человеку который сменил меня в камерном хоре пожелал чтобы этих этого разрыва у него было как можно меньше в одном из интервью или ну в общем вы сказали подтвердите или нет в общем неприятности в моей профессии на 99 рублей удовольствие на рубль но зато этот рубль золотой дать верно это так абсолютно абсолютно потому что инертность подчиненного косность чиновника идиотизм законов это все жирного в которых ты варишься каждый день с утра до вечера но когда возникает вот эта тишина ну вот тут то есть золотой рубль и заметьте нематериально спасибо вам огромное я очень рад что хоровой дирижер народный артист ссср создатель московского камерного хора который уступил место сейчас свое родное любимое которое сам создавал который наверняка надеется на то что хор еще до покажет себя пришел к нам сюда в студию и не знаю как вы я получил массу удовольствия спасибо вам большое владимир николаевич минин спасибо вам большое я получил такое же удовольствие вот с таким же удовольствием и прощаемся с нашими зрителями с вами николай пивненко программа открытый диалог счастливо